Наш путь ведёт за пределы египетской пустыни. Мы видели, какую роль сыграла математика в возникновении цивилизации. А через два тысячелетия она вновь родилась на островах Греции. Учёные там вели споры с помощью логики. Их излюбленным орудием была математика. Именно в Греции в математику вдохнули новую жизнь. В этом фильме мы расскажем о стране, лежащей на востоке. Где произошла величайшая революция в математике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Математика и рассвет цивилизации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он есть, но ничего не обозначает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если подумать, само его существование нелогично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этой стране в зданиях существует нулевой этаж. Сразу видно, что здесь родилось число ноль. Как и почему возникло это число? Вернемся назад во времени, чтобы отыскать его истоки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фильм третий. Божественные числа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Матхура. Индия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот квартал насыщен шумом и энергией. Сегодня так выглядит вся Индия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люди осыпают друг друга красящими порошками, но никого это не сердит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я и сам этого не избежал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже, этот человек решил покрыть краской все мое лицо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У Кришны, главного индийского бога, синее лицо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня все раскрашивают лица, чтобы походить на него. Это холи, фестиваль красок, крупнейший праздник в Индии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорога к храму в Матхури, расположенном на севере Индии, в штате Утар-Прадеш, на холи всегда полна народу. Чтобы добраться до храма, у нас ушло полчаса, хотя он находится за углом. Храм Банки-Бихари, Утар-Прадеш, Индия. Этот знаменитый индуистский храм посвящен богу Кришне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удивительное зрелище. Это восторженное поклонение длится три часа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Священник раздает еду, стоявшую на жертвеннике Кришны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разделяя трапезу с Богом, люди ощущают единство с Ним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Божества играют важную роль в жизни индусов. Боги и люди живут вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со стороны это зрелище может показаться странным. Как столь сильная вера выживает в современном мире? Удивительно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но для миллиардного населения Индии это так же естественно, как прием пищи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поле отмечается в последнее полнолуние по лунному календарю. Этот праздник знаменует приход весны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И к празднику приходится на ночное время. Люди разжигают костры и восхваляют Кришну. Холи начинается в день последнего зимнего полнолуния. Замыслы богов начертано на небесах, и люди подчиняются их воле. Канун праздника. Костры не зажигают, пока не взойдет луна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все молятся об избавлении от неудач. Для этого сжигается холика, символическая фигура злобной демонессы. Участвуя в подобных празднествах, дети растут, ощущая близость богов. Служение добрым богам и наказание злых неотъемлемой части жизни индусов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Холика падает. Значит, год будет изобильным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждый день года в Индии где-нибудь проводятся праздники. Это форма общения людей с богами. Само вычисление дат праздников способствовало зарождению математики в Индии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам потребовалось 11 часов, чтобы добраться на автомобиле из Дели в Учжайн. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Учжайн – небольшой город в Центральной Индии. Но когда в 7 веке нашей эры главой городской обсерватории был назначен Брахмагупта, город сильно отличался от современного. В то время Учжайн был центром индийской астрономии. И как центр астрономии, он был центром математики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Около 620 года нашей эры. Брахмагупти, родом из Пхинмала, в северо-западном штате Раджастан, было непросто добраться до Учжайна, расположенного в регионе Малва. Он был самым уважаемым ученым своей эпохи. Назначение главой обсерватории было подтверждением его высокого статуса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В те дни индийская астрономия была развита гораздо больше, чем западная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Индусы уже знали, что Земля круглая. Они даже сумели вычислить ее окружность с относительной точностью. Погрешность составляла всего 100 километров. Брахмагупти прибыл на передний край науки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на руководство обсерваторией, он любил математику. Но в астрономии того времени математика была не заведена до роли второго плана. В Учжайне все интересы Брахмагупты вращались исключительно вокруг математики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С развитием индийской астрономии развивалась и математика. Математика существовала не только для того, чтобы производить вычисления для астрономии. Благодаря индийским математикам мы можем делать мелкие расчеты, необходимые в повседневной жизни. На Древнем Востоке люди были более сведущи в арифметике, чем в геометрии. В частности, в индийских священных книгах был представлен ряд особых вычислений. К примеру, таких. 94 умножить на 97. Много веков назад индийцы решали этот пример так. Вычитаем 94 из 100. И вычитаем 97 из 100. Складываем результаты 6 и 3 и вычитаем из 100. 91. Получается 91. Теперь умножаем 6 на 3, получаем 18. И действительно, произведение 94 на 97 — 9118. В индийских рукописях такие уникальные вычисления приводятся во многих местах. Удивительная магия индийской математики сыграла важную роль в наблюдении за движением Солнца, Луны и звезд. В день летнего солнцестояния Солнце проходит прямо над центром Уджайна. Уджайн расположен на 23 градусе северной широты. Это так называемый тропик Рака. Как гринвическая королевская обсерватория для англичан, Уджайн был центром мира для индийцев. Они умели вычислять длину года с погрешностью всего в несколько секунд. И открыли еще один важный математический метод наблюдения за небесными телами. Сегодня он известен как тригонометрия. Тригонометрия особенно полезна для вычисления длины объекта, находящегося на слишком большой высоте или расстоянии для измерения. К примеру, предположим, что нам нужен древесный ствол для столба. Верхушка дерева расположена слишком высоко. Я должен найти точку, прямая от которой пойдет под углом в 45 градусов к верхушке. Слишком близко. Отойдем немного дальше. Я нашел точку под углом в 45 градусов к верхушке дерева. Дерево стоит под прямым углом. Угол рядом со мной составляет 45 градусов, как и противоположно ему. Если углы равны, то длины сторон, лежащих против них, также равны. Следовательно, высота дерева равна пройденному мной расстоянию. Я прошел около 15 метров, а значит, высота дерева 15 метров. Если отойти дальше, угол, у которого я стою, будет уменьшаться. Разумеется, длины соответственных сторон также изменятся. Угол становится меньше, а гипотенуза удлиняется. При величине угла 30 градусов длина гипотенузы 30 метров. В это время соотношение между высотой и гипотенузой равняется одному к двум. Это синус угла в 30 градусов. Основные концепции тригонометрии заложил греческий математик Птолемей. Но греки вычислили синусы лишь некоторых углов. Индийцы знали о тригонометрии гораздо больше. Они составляли таблицы с синусами и косинусами углов от нуля до 90 градусов. Эти таблицы почти точно совпадают с тригонометрическими величинами, известными нам сегодня. Индия воистину родина современной тригонометрии. Это гора Эверест. В 1856 году, почти за столетие до того, как люди покорили эту головокружительную высоту, с помощью геометрии было установлено, что она составляет 8840 метров. А индийцы смогли измерить нечто еще более далекое, пользуясь тригонометрией. Расстояние до Солнца. В первой и последней четверти Луны Земля и Солнце образуют правильный угол по отношению к Луне. Угол ближайших к Земле составляет 89,6 градуса. Это те же вычисления, которыми мы пользовались, измеряя дерево. Угол Солнца всего 1,7 градуса. Зная значение синуса, индийцы могли произвести вычисление. Синус угла в 1,7 градуса 1 к 400. А это означает, что Солнце находится в 400 раз дальше от Земли, чем Луна. Этот город был почти таким же во времена Брахмагубты. Варанаси привлекает множество туристов. В Индии проживает миллиард 200 миллионов человек и более 300 миллионов богов. В Варанаси есть почти все составляющие Индии. Но потенциал страны не всегда выражается количеством жителей или богов. Туристы любят Варанаси. Приезжая сюда, они стремятся посетить храм Дурги. В этом храме можно найти интересную задачу. Она связана с концом света. В храмовом пруду находятся два столба. На одном из них 64 диска. Конец света наступит, когда все диски будут перенесены на второй столб. Но есть одно условие. При этом диск большего диаметра нельзя класть на диск меньшего диаметра. Поэтому для выполнения задачи требуется третий столб. Сколько шагов потребуется, чтобы передвинуть все 64 диска? Давайте попробуем передвинуть один. Всего один шаг требуется, чтобы перенести один диск. Ну, а два? раз, два, Но это против правил. Больший диск нельзя класть на меньший. Раз, два, три. Теперь попробуем переместить три диска. Сколько потребуется шагов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мне понадобилось семь шагов, чтобы переместить три диска. Один шаг для одного диска, три для двух и семь для трех. Неужели, чтобы узнать ответ, нужно переместить все 64 диска? Конечно, нет. Математика ищет закономерности и формулы. Один шаг для одного диска, три шага для двух и семь шагов для трех дисков. Какая тут закономерность? Возведем двойку в степень, равную количеству дисков и вычтем единицу. Если речь идет о четырех дисках, перемножим четыре двойки и вычтем единицу. Получится 15 шагов. Выходит, чтобы переместить 64 диска, нужно перемножить 64 двойки и вычесть единицу. Что же получится? 18 квинтиллионов, 446 квадриллионов, 744 триллиона, 73 миллиарда, 709 миллионов, 551 тысяча, 615. Если двигать один диск в секунду, потребуется 5849 миллиардов лет. Почти 18,5 квинтиллионов шагов за 585 миллиардов лет. Индийцы не боялись огромных чисел. Но никто не знает, где кончается бесконечность. Такие невероятные величины показывали устремление в вечность. Река Ганг. Индусы верят, что жизнь не кончается со смертью, а проходит цикл бесконечных превращений. Это жизнь лишь краткий миг в бесконечной череде жизней. Соответственно, многие не придают значения внешности. Индусы верят, что хотя бы раз в жизни каждый должен искупаться в этой реке. Они внимательнее относятся к своей душе. Стремление большим числом привело к возникновению огромных цифр, выражавших невообразимые величины. Чтобы оценить безмерность этого числа из храмовой задачи, нужно сравнить его с числительными других культур. Карнакский храмовый комплекс Луксор, Египет. Известно, что одна из древнейших систем исчислений в человеческой цивилизации была создана в этой стране. Египтяне выражали числа красивыми иероглифами. Как мы называем новые предметы, они называли новые цифры. Единица — это палочка. Двойка — две палочки, числа до десяти изображались палочками. Для десятки сотни тысячи были отдельные обозначения. Существовали и дроби. Римская цивилизация возникла спустя тысячелетия после египетской, но эти культуры во многом похожи. В римских числительных легко запутаться. это римские цифры. Сияющие буквы означают 1828. В римской цивилизации цифры шли блоками по пять. Один, пять, десять, пятьдесят, сто, пятьсот и тысяча. При необходимости создавались и использовались новые цифры. Числительные Месопотамии, числительные Майя, китайские числительные, где были даже отрицательные числа. Все эти древние народы придумывали новые цифры, если в них возникала нужда. Гвалиорский форт, штат Матхепрадеш, Индия. Натуральные числа и дроби существовали в каждой цивилизации, а в Китае были даже отрицательные числа. Человечество издавна расширяло свои математические горизонты. Но это изобретение появилось последним, хотя, возможно, оно самое важное. Сейчас мы его увидим. Храм Четарбхудж, Орчха, штат Матхепрадеш, Индия. Эта крепость построена 1200 лет назад. Из сотен храмов Гвалиорского форта только на двери этого висит замок. этот храм посвящен Богу Кришне. На стене этого храма мы увидим то, что искали. Это надпись «Отчет о пожертвованиях, принесенных во время освящения храма». Среди чисел списки пожертвований есть 270. Я искал цифру ноль. Этот ноль самый древний из сохранившихся в записи. «Отчет о пожертвованиях, а давайте вспомним наше детство». Мы учим основные числа в возрасте 6-7 лет. История математики напоминает развитие человека. Цифры появились на ранней стадии истории математики, и мы тоже изучаем их в раннем возрасте. Мы попросили этого мальчика написать число 232. И вот, как он это сделал. Мы уже забыли, но в детстве мы и сами писали числа точно так же. Нужны долгие тренировки, чтобы понять, как используются числа. Для маленьких детей типично писать сперва 200, затем 30 и 2. Двойка слева и двойка справа выглядят одинаково, но выражают разные величины. Это нелегко понять. Такая концепция прижилась не сразу. Современные цифры родились в Индии. Цифры, которые мы называем арабскими, на самом деле индийские. И система исчисления с современными числами так же была изобретена в Индии. Брахмагупта был математиком в стране, вращавшейся вокруг этой системы. Новшество в том, что в Индии для каждого числа использовались разные цифры. Но самое удивительное в Индийской системе исчисления — это способ записи следующего числа. Вместо того, чтобы продолжать придумывать новые цифры, они использовали повторно уже существующие. Крайние справа выглядят совсем как крайние слева, но у них разные величины. А все из-за нуля, стоящего после единицы. Теперь, когда после числительных ставились нули, числа могли длиться до бесконечности. Революция в исчислении. Индийская система исчисления пришла в Европу через арабские страны, поэтому цифры называются арабскими. Индийцам не достались лавры за их величайшее изобретение. Это банкнота, используемая в Зимбабве. Достоинством 100 триллионов местных долларов. На этой купюре 14 нулей. Как бы мы изобразили 100 триллионов, если бы не существовало нуля? Жизнь без него невозможна. Когда чего-то очень много, мы говорим, как песчинок на пляже. Но теперь мы можем выразить такое количество с помощью чисел. И эти песчинки, и красные кровяные тельца, и звезды на небе. Имея числа для выражения таких величин, мы можем переходить к более масштабным задачам. Забавно, что путь к выражению огромных чисел лежал через изобретение самого крошечного из них — нуля. Ноль — это нисколько. Нисколько выражается с помощью нуля. Это число создано людьми, которые видели ничто, как нечто. Вот что такое ноль. Ашрам Сандипани Муни, штат Мадхепрадеш, Индия. Это ашрам Сандипани. В этом храме Брахмагупта проводил исследования и обсуждения со своими учениками. Будучи руководителем обсерватории, он влюбился. Он хотел вывести всевозможные числовые результаты сложения, вычитания и деления. Но это не имело практической ценности для жизни. До Брахмагупты индийская математика была вторичным предметом, всего лишь инструментом для помощи астрономам и архитекторам. Но Брахмагупта начал изучать математику как самостоятельную науку, что привело к его величайшему открытию в истории математики. В 628 году нашей эры, работая главой обсерватории, Брахмагупта написал книгу. Труд по астрономии Брахма Спхутта Сиддханта, что значит «Усовершенствованное учение Брахмы». Две главы этой книги были посвящены математике, где он описал четыре основных арифметических действия с положительными и отрицательными числами. В его числовом мире положительные числа были доходами, а отрицательные — долгами. Представим, что голубые корзины — доходы, а коричневые — это долги. Добавим к доходам еще несколько штук. Общее количество доходов выросло. Если добавить несколько штук к долгам, получится больше долгов. Но что произойдет, если совместить доходы с долгами? Если доходов больше, чем долгов, останется остаток. Что если количество доходов и долгов одинаковое? Не останется ничего. До Брахмагупты все математики на этом останавливались. Но Брахмагупта решил назвать ничто нулем. Так ноль сделал первые шаги в мире математики. Брахмагупта был первым математиком, включившим в вычисление ноль. Другие не понимали формул, использующих ноль. Они считали, что ноль не играет никакой роли в вычислениях, поскольку не влияет на результат сложения или вычитания. Нам трудно понять, зачем Брахмагупта вставил ноль в вычисление. Но он прекрасно знал природу математики. Она служит для поиска принципов, таящихся за предметами, а не только для их использования. Ноль используемой в наше время существовал и до Брахмагупты. Но ноль начал использоваться самостоятельно, когда стал частью вычислений. Брахмагупта знал скрытое значение нуля, столь важное для этих вычислений. Его сила проявляется в уравнениях. Сейчас я покажу вам, на что способны уравнения. Представьте фермера, разводящего коров и кур. Общее количество животных — 19 голов. Общее количество ног — 62. Вопрос. Сколько у фермера коров, а сколько кур? Если поочередно пробовать разные сочетания, то в конце концов можно найти ответ. Но с введением нуля появился способ отыскать его быстро и просто. СОНМЕНЬЕ ДОССМИТА СОНМЕНЬЕ ДОССМИТА Теперь вычтем у из каждой половины верхнего уравнения. Получится ноль. Иначе дальнейшие вычисления были бы невозможны. Теперь подставим значение икса в нижнее уравнение. СОНМЕНЬЕ ДОССМИТА Получаем 12 коров и 7 кур. МНОГИЕ СТРЕМИЛИСЬ К ВЕЧНОСТИ Но лишь философы, осознавшие значение пустоты, могли ее достичь. И математика помогла выразить это понятие средствами нашего языка. Величайшее изобретение в истории математики ноль долго добирался до запада через арабские страны. ПОТРЕБОВАЛОСЬ ВОСЕМЬ ВЕКОВ, ЧТОБЫ НОЛЬ ПРИЖИЛСЯ В ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЕ ХАЙДЕРАБАТ, ИНДИЯ Летом 2010 года в Индии собрались математики со всего мира. Они прибыли на Международный математический конгресс, который проходит раз в 4 года. Были приглашены около 5000 ведущих математиков мира. Главное событие конгресса — присуждение премии «Филдса» международной награды за выдающиеся открытия в области математики. Ее называют «Математической Нобелевской премией», она присуждается молодым математикам до 40 лет. Через призму этого события можно увидеть, как развивается современная математика. появляется президент Индии. По традиции, глава государства, принимающего конгресс, приветствует всех собравшихся. Это говорит о важности такого мероприятия. Первым премию «Филдса» в этом году получает Эллен Линденштраус из Израиля. Его исследования касаются мер в эргадической теории и их применения в теории чисел. Он использовал уравнение, чтобы доказать эту теорию в своей диссертации. Эти награды особенно важны, поскольку вручаются в Индии, в стране, подарившей миру ноль. Премия вручается математикам из Вьетнама, России и Франции. Больше всего лауреатов премии «Филдса» высшей награды в области математики в Соединенных Штатах, что напоминает о влиянии математики на мировой потенциал государства. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смотрите в следующем фильме. Величайший физик в истории англичанин сэр Исаак Ньютон и величайший философ в истории Готфрид Лейбниц из Германии сразятся на математической арене. Напряженная борьба двух гениев Математика и расцвет цивилизации. Смотрите фильм «Четвертый. Мир в движении». На русский язык фильм дублирован компанией VideoFilm TV. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok